Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас снова 31 градус тепла или жары, как это называется. Правда, смотрела прогноз, через 2 дня будет снижение 29-28. Не знаю, эти 3 градуса помогут или нет, которые уйдут. Ну, короче, не в этом дело. С утра жара, но томаты нужно высаживать в открытый грунт. И сегодня я высаживаю томаты, вон там, на черную агроткань мульчу. А так как многие интересовались этим процессом, я сейчас покажу все подробно, пошагово. Каждое свое действие объясню, чтобы если кто-то хочет воспользоваться такой тканью, ну, он уже примерно представлял, как это делать. Начну с самого начала. У меня почва песчаная и такая, ну, бедная песчаная почва. Она малоудобренная, ничего, ни перегной не внесен, ничего. Подготовка была минимальная. Просто перед тем, как мотоблоком вскопать, я по норме, по инструкции, нитрофоски немножко раскидала. Потому что времени, ну, короче, невозможно сразу такой большой участок как-то облагородить, изменить состав почвы. Буду потом, если что, делать подкормки по листу. Потом сразу скажу, что если сами, когда сами копали, я сразу выравнивала, как грядки. Я же знаю, где грядки, где дорожки. Трактор копает все сподряд. И мне вот перед тем, как я начала высаживать, пришлось сначала сформировать вот эти грядочки. Видно? Вот эта дорожка, вот эта дорожка. А это немножко грядки. Потому что он вот такими буераками, короче, мне не понравилось. Вот сейчас потела, тяпка и работала, сгребала. Потом дальше следующее действие. Перед тем, как делать лунки, делать прорези, дырочки, нужно подумать, какой у вас будет полив. Если полив из шланга, вот как я раньше много лет поливала, тогда неважно, дырки можно вкривь, в кость, дырки можно на любом расстоянии друг от друга. Но так как у меня все это большое поле, я хочу нынче обленивить же огород, чтобы поменьше лежать вон, загорать в гамаке. Это если получится. Муж сказал, верится с трудом. Я, короче, чтобы поменьше забот, хлопот было, все, мы здесь будем капельный полив. Значит, мне дырки эти нужно делать все строго. Короче, я составляю, вот можно так сказать, дорожную карту, где у меня проляжет вот этот капельный полив лента. Смотрите, но тут немножко не так. Так, капельный полив у меня будет, вот сосок. Ну, там он же прям не будет в том месте, где капельный полив прям в шланге. Он будет немножко поближе сюда. Сейчас покажу. Вот я вчера высаживала. Вот если центр дырки у меня вот здесь, то капельный ложится рядом. Поэтому я прям сантиметра полтора от будущего ствола, от предполагаемого, отступаю. Кстати, вот вчера мои ряды высаженные. Если честно, упарилась, 32 градуса было. Если бы не мерить, если бы до сантиметра все не вымерять, я бы распластала, дырки и пошла. Но нужно же лазить вот сантиметром, мерить все. Так, ладно, это лирическое отступление. Никому не важно, сколько мы потов проливаем. Все, начиная, где начинается капельный полив, и через всю грядку нужно сразу или протягивать вот такую, вот у меня это бечевка или как она, или можно сразу сделать, делать как вон там. Я раскладывала сразу капельный полив, пятерками придавливала и резала уже на месте по капельному поливу. Все, идем. Вот вчера высадила. Я думала, ладно, я упарилась. Как они упарились, они завяли. Ну, представьте, жара. Целый день на жаре. Ну, сегодня я пришла. Нет, они выглядят хорошо. Это хорошо, что они все стоячие. Не как, не завалились, ничего. Вот сегодня я буду высаживать вот эту рассаду. Красавцы! Хочу еще раз похвалить свою рассаду. Я ее хвалю сегодня целый день. Какая же она выносливая, какая она закаленная, какая она терпеливая. Вот после высадки никто ведь не упал. Ну, вот там лежат некоторые, которые просто длинные выросли. Никто не завял, никто... Ни одно растение не пострадало, не погибло. Сто процентный выход. Конечно, такая рассада может быть только выращенной своими руками. Когда раньше были молодые, покупали почему-то никогда. Да, купленная рассада не показывала такой стойкости. Все, теперь по этой ниточке с самого начала я начинаю резать дырки. Хочу еще два слова сказать вот об этих сортах, но не удержалась. Я отдельное видео буду про них снимать, но сейчас хочу тоже сказать. Вот эта грядка у меня необычная. Вот ту я показывала, сказала, что там у меня аллея новинок. Это те сорта, которых я не видела, о которых даже ни разу не слышала. И я в предвкушении. Вот в теплице у меня были тоже новинки, но уже сибирские. Вот мамонтенок, там сердцеедка, которые я уже показывала, есть что показать. А это сорта, это коллекционные, но наоборот, не новинки, а те, которые я в прошлом году уже высаживала, но которые так оказались такими классными, такими вкусными, такими крупными мясистами, что в этом году я их высаживать буду аж по 10 штук. Тут та самая вот свадьба в Небрасках, которую зрители, многие просили, прямо умоляли. Ольга Павловна, высадите их на будущий год побольше, чтобы всем хватило семян, потому что оказалось, что оно очень мало семенное. Помидорку откроешь, 3-4 семечки. Ну, нет семян, одно мясо, зато какая вкусная мякоть, вот прям тает во рту. Тут же бабушка Кентрел, винная бутыль брутуса, задница обезьяны. Короче, те сорта, которые запали мне в душу, благодаря своим вот этим вот вкусовым качествам и внешнему виду, и всему, я их буду высаживать по многу штук, прям партиями, и чтобы всем хватило, и сама, я уже думаю, буду выбирать семена со свадьбы в Небрасках, все съем, все мякоть съем, сама никому не отдам. Ну, такая вкуснятина, и также винная бутыль брутуса, что красотой, что вкусом, ну, всем он удался в прошлом году, поэтому я решила поголовье нынче увеличить их, и вот это как раз для них грядку, я и готовлю. Я потом про эти сорта маленькое видео отдельно сниму и покажу, какие они классные, какие они толстенные, вот это рассаду, это само прям крепыши, хотя они не толстоногие, далеко. Ну, вот, наконец-то мы дошли до самого начала. Если честно, когда начинаю, всегда, как говорят глаза, боятся, руки делают. Посмотришь, где заканчивается эта грядка, страшно делается, и мне всегда кажется, нет, мне не дойти, я тут сварюсь. Ну, ничего, маленько воды холодной снаружи, маленько воды холодной внутрь пол-литра, я сейчас освежилась и снова пришла. Для того, чтобы сделать вот эти вот все быстродырочки, мне уже ничего не надо, мне надо просто ножницы, палочку, мерка сантиметровая, перчатка и рука моя. Все, сейчас начнем, я сейчас попытаюсь как-то одной рукой делать, другой снимать, потому что мне некогда за штативами бегать. Вот у меня мерка, я буду через 40 сантиметров высаживать, и вот та нитка, где как раз будет идти наш ряд. Дальше все просто. Прикладываю и сразу ничего не отмеряю, реже сразу. Режу сразу. Все это очень быстро делается, если бы не поза очень интересная, в которой я долго стоять не могу, спина потом затекает. Мне нужно сделать вот на этой стороне 60 дырочек и на следующей стороне 60. И вот так вот я пошла, 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 как черепашка, потихоньку, 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 но я все равно дойду до конца, это ясно. Я сразу в конец не ухожу, вот так сделаю 10-20 прорезей, одевая перчатку и сразу делаю там луночки. Вот так вот. Луночки нужны для чего? Для того, чтобы сейчас, когда полив буду делать, чтобы вода не расползалась. Вы видите, какая земля? Земля пересохшая, ее всю увлажнять бесполезно. Я вот двойной пролив сделаю, делаю прям вот так, размотаю и пошла дальше. Размотаю. Так, палочка попалась. Она потом все это приляжется, примнется, пока новая она вроде коробится. сделала эти лунки и сейчас я притащу сюда свой 50-метровый шланг. Я его вчера утащила в другой конец огорода и буду поливать. Поливать буду очень, до полного. Но я покажу потом. Потом, смотрите, чтобы делать второй ряд, сейчас варежку сниму, не обязательно уже тянуть вот эту нитку. Тут можно тоже сделать еще одну мерку. нужно смерить расстояние от одного соска капельного полива до другого. Это если капельный полив, если усложненный вариант. Если вы высаживаете как хотите, это просто можно визуально вот тут наделать дырок хоть как и все. Я делаю так, я вот сейчас палочку этой попользуюсь 40 сантиметров, она мне уже не нужна. Смерю расстояние между сосками будет вот так. Вчера я как делала. и тогда я вот так прикладываю от центра этого крестика вот так вот досюда. И здесь уже сразу режу, здесь режу и там режу. Тут уже нитка не нужна, потому что второй ряд идет ровно параллельно от первого. Если будем отступать одинаковые расстояния, как раз параллельная линия выстроится до самого конца. Вот вчера это первый ряд я так и делала. Я разметила первый ряд ниткой, потом нитку убираю и отскакивая от правой стороны на расстоянии я даже не знаю на каком расстоянии, на расстоянии палочки короче сделала и получилось ровненько, ровненько, ровненько. Как раз шланг капельного полива пройдет. Шланги еще не нарезаны, муж на работе, я тут как одна кукую, мне неудобно их отмерять, они тут около 30 метров. Короче я сейчас до выходных мне надо как можно больше все засадить, муж на выходной придет, мы разрежем шланги на это прилепим короче к тем трубам и я пущу наконец-то сюда капельный полив, потому что тут все засыхает. Вот я залила свои луночки водой хорошо на два раза. Сейчас пока вода впитывается я запишу все в тетрадку какие буду высаживать и начну высаживать. Вот эти я высадила вчера, которые до урагана успела. Сегодня пока я высаживаю второй ряд, вчерашний полила еще раз, потому что жара 30 градусная, я думаю полив им не будет лишним. Сейчас покажу вам посадку на примере бабушки Кентрелл. вот я разложила сеянцы, посмотрела у всех хорошая корневая система, все они ну как такие хорошие, здоровые. Теперь ждем только воду. Вода сейчас немножечко хотя бы уйдет. Вставлю еще раз паулю. Ну вот пока собиралась вам показать что-то случилось с камерой. Ой, ну не знаю буду доснимывать так, я не знаю что это такое, как будто сквозь темные очки. Ну вероятно на жаре она так себя. Все, вот смотрите, все разложено. Странно такой свет не могу даже. Одеваю сейчас свою вот эту рабочую варежку и начинаю высаживать. Когда грунт мягкий, очень легко там сделать дырочку. Видите, делаю там углубление, просто ставлю туда и немножко этой грязью как бы подгребаю. Вот и вся посадка, все. Сейчас полью водой, но сначала пройдусь по всему вот этому ряду, видите, стаканчики выложила. Воткну их, потом полью водой, вот и все. Надо камеру в холодное место срочно нести. Даже камера отказалась работать на такой жаре. Снимать окончание видео про высадки на черную агроткань мульчу пришлось уже через два дня, когда почти все засажено. Но самое главное, что я хочу подвести итог, объяснить, что мы получаем, когда высаживаем вот на эту черную агроткань мульчу. конечно, дополнительные сложности, то, что растягивать нужно, то, что размечать дырочки, все это да, но в результате мы на все лето освобождаем себя от прополки. Я это точно знаю, потому что на протяжении долгих лет очень часто применяю это накрытие, как агротехническое полотно. И вот смотрите, в этом году у меня вот здесь получился настоящий экспериментальный участок. Вы будете иметь возможность посмотреть. Видите, три вида посадок. Одни будут вот эти гряды на черной агроткани мульче. Вот это идет голая земля и там еще с той стороны будет голая земля. И еще вот такая пленка светлится грунт. И, конечно, я же буду делать видеообзор. И даже если когда-то я не буду об этом рассказывать, именно о применении этих агротехнических покрытий, вы все равно сами будете видеть, где трава растет, где трава не растет. Сейчас вот один кусочек вам покажу, где уже хочет расти трава, вот сильно, но ей не дает возможность пленка. И вот про это агроволокно. Я хочу сказать, что все мы знаем, что мы ее применяем для того, чтобы не пропалывать. Но мы забываем еще об важные характеристики вот этих вот покрытий, но которые как-то знаете, мы некоторые не замечаем. А ведь эти покрытия, они предотвращают развитие заболеваний у наших растений, потому что заболевания, например, фитофторы, это что? Это когда с грунта вот эти вот патогенные бактерии и залазят вперед-вперед по растению. А вот это даже такое простейшее накрытие агроволокно. Ну и конечно, вот эта пленка, наверное, я надеюсь, она это как бы барьер между грунтом, где есть бактерии, и самим растением. И она все-таки предохраняет и еще насекомые вредители. Никто на этом не заостряет внимание, но если, например, у вас в этом году будет белокрылка и она захочет где-то там говорят, что ну у нас не выживают они, по-моему, зимой, а в более теплых регионах говорят, что вот эти личинки могут в земле перезимовать благополучно в огороде, на следующий год опять появиться, то вот эта вот пленка, это полотно, оно не дает возможности этим личинкам в земле укореняться. все, сейчас пойдем посмотрим, где много травы ожидает, ожидалось и на этом эту тему будем заканчивать. Все, я показала, как я делаю прорези, как я делаю все, если бы было чуть побольше времени, конечно, можно было бы это все более тщательно рассматривать, но вы видите, что я прям голопом, голопом, голопом быстрее тороплюсь. Вот подагра ткань, я только что посадила, вот прям вчера, сегодня, там еще ничего нет, а вот под пленкой, которую я высадила раньше, смотрите, сколько травы мечтало вырасти у меня на огороде, они вот прям вся толпа сидели на чемоданчиках и ждали, когда я только полью, и солнышко пригреет, все, все они теперь, видите, у этой пленки светопроницаемость ноль, они все желтые, бледные, и они сейчас все там умрут, а это нужно было бы мне все лазить на четвереньках и пропалывать. Все, до свидания, я надеюсь, что вот эти агротехнические приемы, покрытие грунта различными вот этими вот пленками, тканями помогут мне в этом году, я вместо прополки немножко отдохну. агротехнические Продолжение следует...